Слава Богу, дорогие братья и сестры! Слава Богу за время благоприятное! Слава Богу за этот дом молитвы! За Слово Божие, за Дух Святой! Слава Господу! Братья и сестры, мне на сердце говорить Слово Божие! Из книг Деяния Святых Апостолов, 9 главы. С 9 по 12 стих. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему, Анания, он сказал, «Я, Господи!» Слава Богу сказал ему, встань и пойди на улицу на так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится. Друзья мои, кто читал эту историю? Об этом человеке по имени Савл. Который был очень ревностным исполнителем отеческих преданий. Тот знает, о чем идет речь. Этот человек, он ехал или был на пути в Дамас, чтобы гнать Церковь Божью. Иисус сказал ему, Савл, Савл, что ты гонишь меня. И от того, что он видел Иисуса, этот человек ослеп. И от того, что он видел Иисус Христос, он был blind. И он теперь молился в этом доме. И Бог посылает ученика именем Ананию. И Бог посылает ученика именем Ананию. Чтобы тот за него молился. Чтобы он прозрел. И вот я хотел бы наше внимание обратить на одиннадцатый стих. На эти три слова, которые в конце этого стиха. На эти три слова, которые в конце этого стиха. Он теперь молится. Друзья мои, всего три слова. Он, это Савл. Он, это Савл. Молится, это всем нам понятно. Бетет, это всем нам понятно. Но теперь молится, вот это очень интересное слово. И в русском стоит еще одно слово, которое называется «Jetzt». Я так и назвал эту тему, он теперь молится. И я также назвал это «Он теперь молится». И можно было подумать, но это же Фарисей, Сын Фарисея. И он был очень ревностным. Он был очень эфрик. До того, что даже, ну не понимая, гнал Церковь Божью. Он был очень эфрик, что даже не понимал, что он гнал Церковь Божью. Вообще, Фарисеи молились, ну часто и даже подолгу. И даже на показ, чтобы люди их видели. Но это было нормальное явление для них. Но почему-то Бог вот именно так сказал об этом человеке, что он теперь молится. Друзья мои, этот человек встречался с Иисусом. И этот человек сказал ему такие слова. В шестом стихе мы читаем, Господи, что повелишь мне делать? Друзья мои, и сегодня мы слышали, брат говорил нам стих из Матфея. Да будет воля твоя. Я думаю, братья и сестры, что многие молятся этой молитвой, да будет воля твоя. Но не все готовы в своем сердце это действительно исполнить. Многие люди согласны с этой молитвой. Но я думаю, что не все сказали, Господу, еще эти слова. Но я думаю, что еще не все сказали, Господи, что ты повелишь мне исполнить? Господи, что ты повелишь мне исполнить? Конечно, у нас много нужд. Natürlich, у нас много желаний. У нас много желаний. Мы очень много уменьшенья. Мы очень много ролений. Проблемы, болезни. Чего-то более. И обычно мы обетом все почти всегда молимся. И обычно мы об этом все почти всегда молимся. Но думай со мной, что не все мы говорим эти слова Господу от сердца. Но я думаю, что не все из нас эти слова, что Господь будет твоей воли. Или, Господи, что ты желаешь мне исполнить? И бывает так, что Господь нас проводит через такие пути, чтобы нас научить молиться, чтобы Бог мог сказать, у каждого из нас эти слова, он теперь молится. Или она теперь молится. Когда я об этом думаю, я вспоминаю случай, который был на Украине. Я слышал от одного брата. У сына была проблема с ногой, и там было, по-моему, заражение даже пошло уже. И врачи сказали, что ему нужно отрезать ногу. Времени очень мало, мало заражения может пойти дальше. И сын может умереть. И сыну было примерно, может быть, где-то до 10 лет. И папа очень сильно переживал за это. И как-то отпросившись, видимо, раньше с работы, он приехал домой, зашел в комнату. И он еще ничего не хотел или не мог говорить. Или как это сказать сыну. И когда он зашел в комнату, сын ему говорит, папа, я знаю, для чего ты пришел. Ты пришел для того, чтобы отвезти меня в больницу на операцию, чтобы мне отрезали ногу. Папа, ты можешь себе представить, чтобы я с одной ногой прыгал, значит, по комнате. И он говорит, папа, ты можешь себе представить, что я в доме с одной ногой прыгал, или чтобы я был на улице с одной ногой, или чтобы я ходил в школу с одной ногой, или чтобы я ходил с этой ногой, с одной ногой, и ты мне хочешь отвезти в больницу, и ты хочешь меня в больницу, чтобы мне сделали операцию, чтобы мне оперировать. И когда папа услышал эти слова, он сломил свои колени перед Богом, он начал плакать, умолять Господа. Прошел час, прошел второй час молитвы, третий час проходит, и подходит сын к нему, и трогает его за плечо, и говорит, папа, хватит уже молиться, Бог исцелил мою ногу. Слава Богу! Слава Богу! Наверное, он теперь, ну, помолился. Это была такая, ну, не обычная молитва. Это была, ну, не привычная молитва. Это была, ну, непривычная молитва. Особенная молитва. И он теперь, ну, хорошо, помолился Господу. И он теперь, ну, хорошо, помолился Господу. Братья и святы, Бог сказал Анани за этого человека, за Слава, что он теперь молится. Кто-то однажды мне прислал такое высказывание, очень такое хорошее и нужное и важное. Jemand hat mir eins zu einer Aussage geschickt, die ist sehr gut und sehr wichtig, что самое лучшее время это время молитвы, потому что ты остаешься наедине с тем, кто по-настоящему любит тебя, кто знает твои немощи, знает твои даже ошибки и даже согрешения, с которыми ты приходишь при лице Господне. И Иисус есть умилостивление за это. Он понимает тебя. Он прощает тебя. Он омывает то, что ты сделал кровью своей святой. Это делает Иисус. Потому что он имеет на это право и власть. Слава нашему Господу. Тот, который не по эмоциям или по настроению любит тебя, но который по-настоящему любит тебя, но который по-настоящему любит тебя. И это самое лучшее время. И это самое лучшее время. Не время отпусков. Не время наших праздников. Не время своих праздников. Может каких-то покупок или построек. Не время каких-то таких покупок, или построек. Это тоже хорошее время, когда мы что-то приобретаем для земной жизни. Это тоже хорошее время, когда мы отдыхаем, потому что мы работаем. но самое лучшее время это время молитвы для того, чтобы мы молились Богу по-настоящему и очень серьезно и были готовы исполнить Его волю о чем мы сегодня уже слышали в первой проповеди и это важно для Бога готовность нашего сердца не только о чем-то просить мы часто у Бога о многом просим такой псалом даже мы поем у нас много нужд но есть еще более важная вещь однажды у меня один спросил как у меня дела написал мне сообщение я ему пишу помилоси Господней и он пишет мне обратно что хорошо что помилоси Господней а когда же по воле Божьей это оказывается очень важно друзья мои я однажды вам рассказывал такой случай который был со мной у меня спрашивает у меня спрашивает одна сестра которая ну это моя сестра она была здесь пару лет назад она мне говорит брат как мне теперь молиться или петь этот псалом который мы все знаем 812 номер 812 о молитве о Гебет и она говорит там такие слова есть темной ночью я не спал на коленях все стоял и душой с Богом говорил и она говорит это такой псалом очень такой ну хороший красивый псалом он мне очень нравится но я говорит не стою ночью и не молюсь Богу как мне теперь быть молиться или мне теперь его не петь чтобы было честно пред Богом вы знаете это очень такой ну серьезный вопрос и я тоже на нем стал думать очень серьезно и думаю и я тоже значит ну не стою ночью и не все из нас ночью встают потому что кто-то работает очень тяжело на стройке и не все из нас стоит ночь потому что кто-то может быть на автобусе ездит очень далеко или долго или много кто-то кому-то нужно работать очень много сильно и напряженно думать и все мы устаем и не все мы пенсионеры и не все мы отдыхаем и не все мы днем например кто-то может иметь такую возможность пенсионеры вы знаете я решил ей сказать о том чтобы она молилась и пела и знаете я решила ее сказать что не всегда может быть ночью надо вставать может быть можно позже спать лечь можно раньше утром встать если получается так все-таки стоять молиться и петь этот псалом то есть делать то и другое есть такой другой псалом не скрывая от светлых очей Иисуса ошибок своих на коленях бессонных ночей я нашел избавление от них и я думаю что это тоже такая но необычная или непривычная молитва и я думаю это тоже необычное или необычное молитвое когда человек имеет борьбу со своей плотью со своим разумом и тогда он находит время для того чтобы совершать эти молитвы и прощения пред Богом конечно Бог слышит всякую молитву когда мы мысленно молимся когда мы вслух молимся когда мы громко молимся когда мы тихо молимся когда мы в своем сердце о чем-то говорим Богу и я не так давно слышал один аудио рассказ как один человек который находился уже в тюрьме и был приговорен к расстрелу за свои я бы больше никогда не совершал преступления не он даже не помолился как мы это себе представляем но он просто об этом подумал и решил в своем сердце и буквально за несколько секунд или минут до этого до казни и именно несколько секунд до этого до казни бежит человек очень быстро с вещью о том чтобы отменить эту казнь рент и боте очень schnell с этой сообщением что он не это полз и потому что пришло изменение было какой-то приказ сверху это человек действительно он потом перестал совершать преступления и он глубоко уверовал в Господа и находясь в местах лишения свободы он был настоящим верующим в рент и слава Богу Господь и это услышал друзья мои многие люди молятся по-разному кто-то не может стоять на коленях и молиться Богу по своему здоровью потому кто-то может стоять кто-то может им сидя кто-то может быть в дороге и это тоже хорошо и правильно Друзья мои, но не все хотят молиться на коленях. Могут, но не хотят. Может быть не принято молиться на коленях. Друзья мои, и я думаю, что это великое милость Божья для нас, что мы можем склонять наши колени пред Бога. Есть люди, которые хотят это сделать, но они не могут. И я тоже это коротко пережил. У меня болело колено примерно три месяца. Было растяжение мышц. И я, вы знаете, хотел колени свои пред Богом склонить. Но не мог. И когда это прошло, я понял, что это великая милость Божья пред Богом преклонить свои колени. Друзья, Библия нам говорит о том, что люди Божьи, они всегда склоняли свои колени пред Богом, всемогущим Богом. И даже когда им это запрещали, мы читаем книгу Даниила, когда вышел указ, чтобы никого ни о чем не просить и никому не молиться, то этот муж Божий, он склонял свои колени три раза, в день он открывал окна напротив Иерусалима, и он благодарил Бога и молился Господу. И он написано в конце этого стиха, как делал он и прежде того. И он написано в конце этого стиха, как делал он и прежде того. Какие дети Божьи, мы читаем, друзья мои, где Ании Апостол, как Апостол Павел, он склонял колени свои. Мы лезем в этой Апостол-Гшисти об Апостол Павел, как он склонял свои колени. На берегу моря, со своими братьями и сестрами, друзьями, он склонял колени и молился Господу. Друзья мои, и это великое милость Божья. Мои, и это великое милость Божья. Он теперь молится. Он молится. Друзья мои, я помню, когда однажды мы совершали служение на вечере Господне. Мои, и Бог дает нам, возможность, чтобы склонив наши колени, умывать ноги друг другу. И он делает то, что сделал Иисус, и мы тоже хотим эту заповедь исполнять. И мы же хотим все исполнить. И мы хотим все в точности исполнить. И Бог тоже дает нам эту возможность, чтобы склонять колени и умывать ноги друг другу. И мы тоже хотим, чтобы склонять ноги друг друг другу и показывать этот пример. Потому что это сделал Иисус. И однажды я помню, когда я об этом размышлял на этом служении. И однажды я помню, когда я об этом размышлял на этом служении. И когда-то 2000 лет назад примерно Иисус тоже склонял колени свои и умывал ноги ученикам своим. И когда я об этом думал и размышлял на этом служении. И когда я об этом думал и размышлял на этом служении. И я ясно и четко помню, как ко мне подошел Иисус Христос с правой стороны. И я его не видел, друзья мои. И я знал, что он подошел ко мне рядом. И с правой стороны, как такими волнами прошло, значит, его любовь, его милость, его радость. Оно все прошло насквозь через мою внутренность, мой дух, мою душу, мою тело. Конечно, мое сердце сокрушилось перед Богом. Я клонил свою голову еще ниже, потому что я стыдил со своих слез. Потому что это, видимо, не всегда так бывает. Может быть, я боялся, что не все могут меня понять. Vielleicht hatte я Angst, что не все могут меня понять. Взямо, и в это время все ушло, мои переживания, мои, значит, трудности и проблемы, которые были, смущения. Мои, значит, трудности и проблемы, которые были, смущения. Все сомнения, то, что я имел. И я помню, что это очень и сильно важно. И все, о чем я думал и переживал, все это просто таким мелочным стало. Таким ненужным и неважным. и даже не стоящего внимания что есть еще такое нечто лучшее нечто важное, нечто главное то, чего мне очень сильно недостает это самое лучшее время, это время молитвы друзья мои, в это время я готов был в этом состоянии готов был идти за ним, куда бы он ни пошел все ушло, значит, важное и нужное, которое было в моей жизни оно где-то растворилось просто и такое хорошее состояние друзья мои, как нам нужно это иметь как важно, друзья мои, быть готовыми, чтобы исполнить волю Божью как важно сказать в твоем сердце да будет воля твоя не просто помолиться, как мы это обычно молимся, всегда молимся так так надо, так принято, так мы привыкли просто да будет воля твоя чтобы это было действительно в нашем сердце и имело место или как Саул сказал Господи, что повелишь мне делать или так, как Саулус 1 сказал Господи, что я хочу делать друзья мои, очень важное состояние нашего сердца друзья мои, тема моей проповеди он теперь молится пусть это слово, оно будет действовать в наших сердцах и в нашей жизни и тогда многое изменится в нас в наших семьях, в нашей церкви и вокруг нас конечно кто-то едет к миссионерам в другие страны и Бог их употребляет для своей славы и это тоже очень важно потому что Иисус сказал идите по всему миру и проповедуйте и ванне все твари потому что Иисус сказал идите по всему миру и проповедуйте в еванне все твари но также можно находиться и здесь, в нашем городе и в нашей стране И Божья благодать и Божья действие может распространяться от нашей Церкви. И Господь гнадит может распространяться от нашей Церкви. По нашему городу. По нашей стране. И даже до края земли. И пусть имя Господне в этом прославится. Пусть оно через нас прославится. Потому что Бог не зря здесь сотворил свою Церковь. Бог не зря избрал нас из этого мира. И все мы или многие из нас из разных стран приехали на это место. И Бог что-то хочет сделать великое в нашей Церкви. Или через нашу Церковь. В нашей стране. И чтобы это тоже вошло в историю. В истории Церкви Божьей. В истории Церкви Божьей. Которая сказала однажды, Господи, что повелишь мне делать? Добудит воля Твоя. и на земле, как и на небе. Аминь.